Доброе утро! Утро по погоде сегодня тоже очень хорошее, чистое небо, солнышко. Я вчера приехал, на сервисе был, там некоторые неполадки были еще по Лексусу. В прошлых логах говорил, что надо еще кое-что доделать. И возникла проблема. Ну, она возникала периодически, у меня периодически пропадал звук. Радио, проигрыватели, все как бы работает, а звука нет. Это что-то с усилителем. Это пропадало на некоторое время, а потом остановился, там, это, заводишь заново автомобиль, включаешь, все, музыка работает. И пропало у меня уже где-то месяц, просто окончательно. Был на сервисе и попросил же посмотреть, в чем проблема. Значит, ребята посмотрели, предохранитель, который идет на усилитель, вот, вот, вот этот усилитель. Он сгорел, они его поменяли, он опять горит. Значит, что-то с усилителем. Так как я сказал, что я сам электронщик, много чего чинил, импортного и так далее, и тому подобное. Поэтому можно что-то починить. И они мне сняли вот, вот этот усилитель. Вот он, вот такой. Я уже посмотрел, как его разбирать. Чтобы его разобрать, вот видите, я уже начал вот эту штуку. Это вот такая накладка, она на клею. Алюминиевая тонкая лента, можно сказать. Но, если ее не снять, естественно, вот это все не вытянуть. Потому что тут все цельная, вот такая труба квадратная. И вот здесь тоже надо отрывать вот это. Тоже будет некрасиво. Здесь крепление транзисторов к радиатору. Это как радиатор. Корпус как радиатор. И вот это все надо отрывать. Потом исправим, если исправим. Ну, надеюсь. Если не исправим, будем покупать. Назад приклеивать, но оно уже будет, как говорится, помятое. Видите? Вот так. Уже будет некрасивое. Главное, чтобы работало. И сейчас мы приступим к разборке. Посмотрим. Иногда встречается просто простейшая ерунда. Внутри там что-то закоротило. Какая-то дешевенькая деталька на 1 доллар цена ей. Я посмотрел, сколько стоит оригинал новый вот такой усилитель. Вот, посмотрите. Это получается почти 3 тысячи долларов. Это просто невероятно. Но нашел уже на разборке. Можно купить очень много предложений. Где-то за 500 долларов. Если я не смогу это восстановить, ну, тогда будем, естественно, покупать. Потому что в автомобиле без музыки как-то, ну, совсем уж не так хорошо. Ну, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот, достал я эту плату. Как говорится, ну, не настолько она навороченная. Динамиков там очень много. Но ничего такого горелого тут не видно. Абсолютно. Все нормально. Ну, не всегда на виды что-то явно черное горелое. И вот источник питания. И сейчас мы посмотрим, прозвоним. Здесь вот куча конденсаторов. Иногда они бывают, вздуваются, пропадают. Но здесь не вздутые все. Все красиво. Вот это, похоже, трансформатор. Вот, радиатор. Ну, все как бы нормально. Ну, дальше уже надо брать приборы и прозванивать. Потому что так на глаз ничего горелого здесь нет. Ну, сейчас отличная погода. И я не буду тратить время на усилитель. Я оставил это дело до вечера. Потому что надо в интернете найти распиновку разъемов. Чтобы мне прозвонить все это дело. А это будет под вечер, когда уже здесь работать не буду. И сейчас приступаю украсить. Ну, уже не буду вам показывать. Все однообразно. А длится оно не один день, вы сами понимаете. Покажу уже по результату. И что интересно произошло. Просто даже не ожидал. Сегодня у нас день независимости праздник. Вита нашла мне перчатки. Одну перчатку надел нормально. Другую начал надевать. И она лопнула. Не получилось. Больше перчаток таких нет. Есть с материи. Ну, они краску пропускают. Я когда-то красил. Руки все равно в краске. И нашла другие. Ну, вот эту уже надел не хочу снимать. И вот другая. И что у нас получилось. Во! Класс! Это праздник. Офигительно получилось. Вот так и буду красить сейчас. Добрый день. А я сегодня уже приехал, привез металл, привез краску. Потому что, как видите, все покрашено. Вот там кусочек, одна линейка не хватило краски у меня. И у меня же не хватало. Я показывал вот там пару труб, чтобы сделать этот навес. Уже сделал, видите, приварил укосины. Все, все доварил. Осталось вот эту еще докрасить мне. Весь навес. И вот одна линейка. Вот. Ну, стена, как говорится. И, в принципе, уже все. И договорился насчет профнастила. В течение недели сказали, сделают под заказ. Вот. У них не лежит. Особенно черного готового. Ну, и думал, что будет недели две, наверное. Ну, за недельку сказали. Даже через несколько дней, может быть. А что мне еще предстоит сделать? Меня немножко подвел мой незаменимый помощник. Вот этот. В прошлый раз случилась проблема с бензонасосом. Остановился, а бензин есть. Уже насос лазил и туда, и сюда. Он не хочет нормально качать. Он не перегрелся. Это я знаю, когда перегревается. Это, да. Ложат там мокрую тряпку на него и так далее. Нет. Нет перегрева. Уже, похоже, износился ремкомплект. У меня даже где-то есть. Но я его не менял. И вот я купил новый бензонасос. Вот он. Вот такой. Чисто москвичевский. Я решил его купить новенький. И мне предстоит поменять. Потому что вот буквально завтра-послезавтра мне надо ехать за обрешеткой на сарай. А везти только на чем? Вот. Могу либо заказывать доставку. А доставка получается очень дорого. А тут по весу досок будет и не так много. Вот. И я спокойно привезу. На Лексусе я же не привезу их. Понимаете? Поэтому сейчас мы поменяем еще бензонасос. Ну, потом еще покажу все. И будет все нормально. А так он меня до этого не подводил. Вот это буквально в дороге. Первый раз он мне вот так чуть-чуть подвел. Ну, и он начал качать все-таки. Я доехал. Но если уже такое случилось, оно еще произойдет. Потому что буквально это же в дороге. Ехал-ехал и все, не качает. А бензина почти полный бак. Как видите, я даже и тряпку мокрую на него ложил. И бестолку. Но он не от перегрева. Вот. Однозначно. Потому что и тряпка не помогала. Я снял шланг. Там бензина не оказалось. То есть перестал клапана держать или что. Вот. Я залил. У меня там было чуть-чуть в канистре бензина. Залил прямо в насос через шланг немножко бензина. И начал в ручном режиме качать, качать, качать. И он подхватил бензин. И начал качать. Я быстренько надел назад. И доехал. А так бы на шнурке тянуть пришлось бы. Или что. Или не знаю. Ставить вот тут какую-то бутылку шлангом туда. Чтобы самотеком подавался туда бензин. Я такое уже когда-то встречал. У кого-то подобная картина была. Вот. И вот как выглядит наш новенький. Вот он. Цена вопроса чуть больше 200 гривен. С ремкомплектом у меня еще раньше было. Я возился на своей восьмерке. Жигуленке с бензонасосом. Менял и ремкомплект. Буквально через неделю у меня опять какие-то проблемы возникали. Я тоже поменял бензонасос. И все было отлично. Решил его сменить. Тут он меняется довольно просто. Вот здесь два вот таких болта откручиваются. И поставим вот этот. Привод его там остается. Вот. Здесь вот только толкатель. Вот такой. И все. И шланг новый поставим. Тоже купил. И будет все у нас отлично. Так что вот этот помощник незаменимый. Он еще очень-очень много раз будет мне помогать. Смотрите канал Трепанация. Ну вот и вечер. И вот я закончил уже все полностью. Покраску. Зачистку. Покраску. Ну все. Значит через день послезавтра еду уже за брешеткой. И завтра заказываем профнастил. Так что скоро будет сарай. А я забыл же вам показать. Вот этот усилитель с Лексуса. Который умер. Но. Я нашел в чем проблема. Вот это у нас источник питания. Он с 12 вольт с аккумулятора. Делает 2. Плюс 25. И минус 25 вольт. И вот. Вот это многоканальный усилитель. Вот. Вот здесь. Если видно. Два. Транзистора рабочих. А два. Вот они. Дохлячки. Так что мы их заменим. И все будет отлично. Ну транзисторов нету. Я уже подготовил все. Для их замены. Так что через денечек соберу. И будут испытания.